Приветствую всех, друзья! Меня зовут Алла Кичиджан, я креативный продюсер соцсетей, и сейчас я в Германии, в знаменитом месте, которое называется Курхаус в Висбадене. Висбаден славен своими горячими источниками, но об этом в туристической афише уже рассказывала Виктория Курьян, с которой мы сегодня вечером тоже сделаем репортаж. А пока тема нашего сегодняшнего эфира – звонить или писать в мессенджер. Это продолжение лекции в Ликбезе по соцсетям, моих мастер-классов, которые я начинала в маленькой закрытой группе. Но поскольку Фейсбук предлагает все время новые форматы, то СММ-продажник Аленка Курьян посоветовала мне использовать формат премьера, совместный просмотр на моей бизнес-странице. Я его опробую, поэтому, кстати, совершенно не понимаю, в четверг в 19.00, когда я веду свои мастер-классы, где я буду, может быть, в самолете по пути в Париж. Поэтому не обессудьте, я очень коротко скажу по теме. Итак, когда у вас появляются новые френды на горизонте? Или когда вам нужно вступить в коммуникацию с новыми людьми? А вы знаете о том, что я с самого начала проповедую такую простую, простой способ виртуальной коммуникации. Один человек, один день, один новый человек, одно новое знакомство. И вот как знакомиться на Фейсбуке. Ой, не для того, чтобы здесь сидеть при горке, и у меня на фонаре знаменитом в Висбаденском висит кавера. Но вот что делать, чтобы познакомиться с людьми в Фейсбуке, и это имело продолжение. Ну вот как мы, например, познакомились с Аленкой и Викторией Курьян, и сейчас друг к другу катаемся в гости по разным городам и весям. Мы скоро будем в Италию у Аленки, сейчас я вот в Германии, у Виктории мы были в Греции только что, у наших знакомых. И чтобы эти знакомства не были только онлайн, а приводили к развиртуализации, к реальной развиртуализации. Вот давайте такую простую вещь возьмем. Допустим, у вас есть группа, или вам присылает запрос какой-то новый френд. Вы посмотрели страничку, и вам понравилось. Вы думаете, ну такой вот человек интересный, может писатель, может вообще художник, или, боюсь сказать, поэт, но может математик. Вам есть о чем с ним поговорить, вообще все интересно. Но, если вы пойдете по традиционному пути, а понимаете, время сейчас очень сильно ускорилось. Если вы будете долго к нему присматриваться, общаться только виртуально и прочее, ну, как правило, такие знакомства никогда в реальность не переходят. Что нужно сделать первое, чтобы с человеком вступить в контакт, если правда вам есть что ему предложить, о чем поговорить, или просто он вам интересен, потому что, как, например, когда в наш проект, вот смотрите, как открытый университет, люди делают запросы, мы должны у них спросить, что вы хотите получить от проекта, какие темы вам интересны, на какие темы, на трансляции, на какие темы вы можете вести, или какие нетворкинговые, деловые знакомства вы ищете, каких людей вы ищете, может быть, они вот тут у нас уже есть в сети. И тогда, когда мне поступают запросы в группу, раньше я всегда писала приветственные слова. Ну, у меня были разные заготовки, таблички, я меняла имена, меняла немножко тексты, я говорила, я такая-то, вот, собственно, что мы делаем, и посмотрите, что вы можете делать рядом с нами. Ну, такой, как бы, такой стандартный, невеселый текст, и я очень расстраивалась, и подправляла я эти письма пачками, и так особой реакции не было, хотя многие отвечали просто в силу того, что я никогда не отправляла ссылок никаких. Я отправляла свою фотографию и какие-то слова. Но слова были, честно скажу, стандартные, потом я поняла, что нужно как-то менять тактику, и что сейчас делаю я. Ну, вот утром я, например, открываю группу нашу с Нейлитвад, профессором Нейлитвад, математика великая и ужасная, и смотрю, какие там запросы новые поступили. Смотрю аккаунты, фейковые пропускаю, как правило, вообще уже не добавляю больше 10 тысяч, 500 участников. У нас в группе математика великая и ужасная, просто мы не справляемся с этой массой людей. И теперь очень качественный отбор осуществляем тех, кто, в общем, к нам подошел. Во-первых, я смотрю, заполнил ли человек анкету на входе. И если он написал нечто оригинальное, интересное, у нас там вопросы есть, я вам советую, если у вас группа, то сделать парочку вопросов. Ну, например, мы их просим прочитать верхний пост, прежде чем вообще с нами о чем бы то ни было говорить. Ну, этого никто не делает, понятное дело. Сказать их профессию. И такой вопрос немножко смешной, какие у вас взаимоотношения с математикой. Естественно, он вызывает улыбку, люди отвечают с чувством юмора, там, любовные, дружеские, не очень, прохладные. В общем, очень так весело. После этого у нас есть, естественно, по знакомству, где 100 человек, там, вновь добавленных. Мы просим всех рассказать и поставить галочку для чего, допустим, они учат математику. Точно так же в любых других группах, в любом другом направлении, там, в гении общения, про коммуникации. Вот в Ликбезе по соцсетям, где я прочитала 19 лекций с 24 мая этого года, вот за лето. И сейчас до 30 добью, но последние вот эти будут в записи, поскольку мы используем, просто тестируем новый формат совместных просмотров, премьерных просмотров на бизнес-странице по рекомендации СММ-продажника Аленки Курьян. Она считает, что это более эффективный способ для распространения. Ну и правда, в Ликбезе там не такое большое количество участников, не хочется это делать закрытым. И в то же время делать это на своей странице нецелесообразно, потому что люди, ну, френды у меня, знаете, они такие уже давно выросли, и из соцсетей в том числе. Поэтому им больше интересно такой мой креатив в чистом виде, да, когда вот там спонтанные эфиры, а всякие обучалки им неинтересны. Вот поэтому так вот на бизнес-странице во все остальные места просто репосты, просто пробуем. Значит, это 20-е, и будет еще 10 таких, 10 таких премьерных трансляций. Может быть, часть из них будет в прямом эфире, если я не буду, опять же, летать, бог знает где, по городам и весям. Сейчас я сменила 4 страны. Я была в Греции, в Австрии, сейчас я в Германии, недалеко от Франкфурта, в Безбадене, и завтра я буду в Париже. И после этого только я направлюсь в Москву. Поэтому, чтобы вот случайно не оказаться в полете, хотя, вы знаете, сейчас в полете я вот отвлеклась, ну, немножко про путешествия. А в полете сейчас вот, например, в австрийских авиалиниях и в Люфтгазе, когда я летела сюда, есть Wi-Fi. Всего лишь 3 евро стоит ваше пребывание в Wi-Fi, в зоне Wi-Fi на борту самолета. В общем-то, недорого, и мессенджер, ватсап, все это доступно вот по такой простой цене, можно и из самолета. Но есть там таможни, коридоры, там, где нет связи. Поэтому, в общем, рискованно, если вы в полете, вам рекомендуют делать вот такие вот премьерные показы или совместные просмотры. Ну, я отвлеклась от темы. И вот у меня есть запрос, и мне нужно первый раз человеку написать. И я решаю, написать ему или позвонить. И, вы знаете, настолько позвонить, это производит шокирующий эффект. Вау-эффект, безусловно, и потому что, как только вы звоните человеку, он тут же такой, а чего это мне звонят? Он такой вопрос, весь такой озадаченный. И в любом случае он поинтересуется, даже если он не возьмет трубку, он пойдет и посмотрит на ваш аккаунт, на ваш профиль. И здесь ваша задача просто, чтобы информация в вашем аккаунте была понятной, и человек понимал, зачем он к вам может подойти. И какая польза от вас будет, да, что вы дадите этому другому человеку. Но многие люди трубку берут, они берут видеосвязь, потому что это интригует, понимаете? Ну, в общем, я так очки сниму, да, ну, просто здесь очень яркое солнце, безумно теплый день. Просто мне страшно повезло с погодой во всех, без исключения странах, в Солоньках я купалась, в Халкидиках, вернее. И вот появляется на экране Алла Кичиджан, такая говорит там, привет, я вам звоню, потому что вы хотите вступить в мою группу. И человеку, ну, он же видит, что я там не фейк, не разбойник, не там телефонный непонятно какой товарищ, да, который непонятно чего хочет. В общем, все знают про эти звонки по телефону прямые, да, вам звонят откуда-то, там просят какой-то невесть, какой помощи. Вы звоните и вы говорите, значит, там, имя рек, там, товарищ Иванов, слушай, я вот такая-то, администратор группы. Или, допустим, ты прочься ко мне во френды, давай с тобой развиртуализируемся. И это работает, друзья мои, если бы я не делала этого практически каждый день. Понятно, что всем, всей сотней я не позвоню. Первичный анализ, и друзья тоже ко мне пытаются пробиться, там десятки людей. Первичный анализ вы делаете. После этого вы просто смотрите, вот кому душа лежит, знаете, чья аватарка понравилась, кто вам кажется более интересным, да, например, или у вас есть какие-то мысли по поводу задумки по поводу группы, или по поводу тем, или по поводу местных, допустим, сейчас флешмобов. У нас идет флешмоб, читаем Алису на разных языках. Мы вот с Викторией Курьян читали Алису на итальянском и английском. Вы знаете, идет на ура, и все спрашивают, а какой отрывок, а на каком языке читать. Люди на любом мы будем сегодня читать по-немецки, я надеюсь, вечером, потому что Виктория на работе, я сейчас одна. И, понимаете, если вам есть что предложить человеку, если вы видите, что, ну, там, у человека на странице стихи выложены, там, он про книги разговаривает и вообще там, ну, не знаю, фильмы смотрит и что-то, ну, как-то есть с ним о чем поговорить. Уж по крайней мере можно ему предложить почитать тоже Алису. Нужно его просто информировать, нужно сказать, слушай, привет, там, вот, я тебе звоню, ну, а у нас вот здесь вот такое дело, давай-ка подключайся, хочешь, подключайся. И если человек скажет, ну, давай, кидай там ссылку, я посмотрю, любопытно, да, я тоже люблю Алису в стране чудес, я буду с вами читать. «Маленького принца» начнем чуть позже, про «Маленького принца» помню, про «Барашка» помню, но вот давайте постепенно, потому что так случилось, что мы в разных странах и на разных языках, на разных языках начали читать Алису. Потрясающе, потому что мы не просто читаем отрывки по очереди на английском, на немецком, на итальянском, на французском, а и анализируем, пытаемся анализировать контекст, именно культурологический контекст. После того, как мы прочли, мы еще разговариваем с друг с другом по поводу того, ну, там, не знаю, там, что имела в виду гусеница, когда она говорила «Explain yourself», и почему это звучит совсем по-другому на других языках, да, чтобы объяснить себя по-русски. И, в общем, масса вопросов, а, как вы понимаете, умение ставить, задавать себе самому вопросы как раз и ведет к пониманию себя, других и даже текстов, и вымышленных литературных героев. Я призываю вас к максимальной развиртуализации. Если это невозможно ввиду расстояния встретиться оффлайн, то встретись онлайн, но хотя бы глаза в глаза через видеосвязь. Многое можно понять, много невербальной информации проскакивает через вот эту видеосвязь. И в то же время, знаете, это пока ноу-хау, это пока такой удивительный способ, на который не все решаются. Многие думают, о, это холодные звонки. Но посмотрите с другой стороны, ведь это вам человек прислал запрос, ведь это к вам человек проявил интерес. Это значит, что в той или иной степени он понимает, к вашей группе, к вашему проекту, он понимает, что вы можете с ним коммуницировать. И в чем еще минусы писать, да, писать сообщения просто в мессенджер? Поймите, эти сообщения попадают в новые, в новые, еще не прочитанные, как бы такой спам-папку, да, куда вот все сваливается, неактивированные такие заявки в мессенджер. И человек может через год, через полгода, как у меня раньше бывало, открыть, а вся информация, она уже неактуальна. Когда вы набираете, даже не будучи френдами в мессенджере, человеку придет уведомление, что ему кто-то звонил, да, если вы напишите, давай поговорим, потому что ты хочешь в мою группу. Я хочу понять, чем мы можем друг другу быть полезны. Это будет, в общем, классное дело, и из этого возникают проекты, дружба и путешествия по разным странам. Спасибо большое, с вами была Алла Кичиджан, креативный продюсер в соцсетях. 21-я трансляция будет в четверг в 19.00, эту мы вот сегодня загрузим через компьютер, это будет премьера, то есть она уже идет, вы ее уже смотрите, ну, в четверг в 19.00, вот этот четверг, который будет, по-моему, это, если я не ошибаюсь, 11 октября. Всего хорошего, до скорого, увидимся в прямом эфире и не только. Пока!